Всех приветствую. Сегодня ночью выложил ролик под названием «Кто я такой? Да просто лох». Хейтер нарисовался какую-то херню пишет, что сравнил себя и Виталия Колганова, и Серега Пузанова. Где они, где ты? Один из моих подписчиков, компаньонов по последним рыбалкам ввязался в полемику с ним за каким-то чертом. Так вот, какой-то такой же человек 20 лайк, наверное. Такой же нарисовался и написал, что я не умею ловить крупную плату. Парни, ну давайте посмотрим улов еще с одной рыбалки, с братьеви, только теперь с цепей. При реализации процентов 50. С реализацией не все гладко, мысли есть, но надо проверить на оправке. Вот давайте посмотрим улов человека, который не умеет ловить крупную плату. Парни, ну давайте посмотрим. Этим-то ребятам объяснять бесполезно, что ты там Показал одну рыбалку лохматых годов Хотя я показал улова с двух рыбалок И сказал, что было четыре И без нескольких килограмм не уезжал После того, как улова выпустил Еще три поймал, оборвал крючок И не стал вязать новый И вот сегодня я разговариваю с Русланом Своим старым подписчиком Он говорит, что совсем непонятен мотив Собственно говоря, вот этот ролик, который я выложил Я написал, что вчера снял ролик Под названием «Главные ошибки в лоуле фидер» Ну и чтобы люди, которые случайно зашли на канал Попали на этот ролик, который не знает, кто я такой Я решил, собственно говоря, таким образом рассказать Что я не какой-то там парень, который в интернете наблатыкался Но есть видеоканал, где паренек сырой да нельзя А рисует какие-то схемки на компьютерах веселые Просмотры, гу-гу-гу Гуру А человек, который практик Пусть в последние годы практик Не так чиста, как, возможно, хотелось бы порой Хотя вот В холодное время парень даже не тянет Хотя несколько лет назад ломал и ходил он коробку у меня во дворе ночью Покидать груз, чтобы дурку не забрали ночью Так ломал Так вот, для тех, кто не понял, что я хотел, собственно говоря, сказать в этом ролике Ну, начну с того, что парни, ну, сравнить меня там, да В чем-то с Виталием Колганом, с тем же самым, да Или там Серегом Пузановым, с другими спортсменами Как бы глупо, да Но Да, они эти лованные, они спортсмены, они там с гигантским опытом Но это опыт специфический Это опыт ловли в толпе Я рыболов-любитель Даже если бы я был молодым, были деньги, я в спорт не пошел Потому что это, ну, это не мое Это геморрой Это деньги, это время, это физически тяжелый труд А я по жизни лентяк Мне это не нужно абсолютно Но у меня довольно богатая любительская ловля Фидером, прежде всего И кое-что в этом деле я понимаю Я надеюсь, кто увидел первый раз те мои ловли Те поняли, что это действительно так оно и есть Так вот, почему я привел вначале Середу Потом Виталика, потом Серегу Чтобы посмотрели Как в том Братеева ловят они И с какими проблемами сталкиваются Так вот Середа, кстати, пропал куда-то Чуть не полгода ролики не укладывал Не случилось еще со старым Титулованный, пусть не Федермен Поплавочник Много лет в сборную тренировал Казал, ну, авторитет И что этот авторитет заявляет Что если в прикормке Не будет хотя бы немножечко мотыля То платвы не будет Я показал, чем кормил я Никакой животины я не добавляю уже много лет Мне хватило лет 10 назад, может быть, чуть меньше Когда, насмотревшихся таких специалистов Я приехал на Нижнюю Москварику Ловить на маху удочку Замешал приконки, добавил мотыля Закормился Двух платвиц, грамм по 300 успел поймать А потом стеной встал Вот такой вот окунь свершил И рыбалкой себе и спорт Последний мой опыт был Как раз вот На одной из рыбалок Вот тем летом Когда подошли спортсмены Ну, Ваня Кутевич спал в одном ботинке А с ним там начинаешь спортсмен И спросил У тебя много опарышей? Я говорю, да хватает А что добавь приконки Я говорю, зачем? Активизирует плеву платвы Я говорю, окунь не соберу? Нет, не соберу Не соберешь на такую дистанцию Ну, что добавил? Никакой активизации плеву платвы я не заметил А окунь пришел Так вот, я кому должен верить? Самому опыту или середине? И вылодит у него Понятно, день на день не приходится С места на место не приходится Но факт, что там десяток платвиц Подлечь И в основном Самый мастер-лук Вот вам и мотыль Что касаемо Виталия Про свои проблемы Ну, если я рассказывал с окунем То, ну, пересматривать парня Этот ролик Я его когда-то смотрю Когда он вышел Желаний нет никакого Да, платвы налаги Но сколько он приконки наделал Это у него только коржи Потому что там, не знаю Животину покупает Или может быть Бесплатно дает Коксервик Пузану Тут врать не будет Но если вы вот этот весь набор купите 3 кг прикормки Животину, коржи и прочее Это выскочит Коксаря в полтора А результат Я не знаю Там 3,5 часа сидел Или больше на самом деле Врать не буду Но даже если он За 3,5 часа Наловил столько, сколько я С толстыми поводками Без платформы Примерно столько За 6 При этом Использую 1 кг прикормки Ну вот решать вам Что лучше И теперь что касаемо Сереги Пузанова С Вадимом Воробьевым Ну вот Серега, да Чемпион России 14-го года В сборную входил Все опытный Красавец Ну вот Что Серега У которого Там куча была Рыбалок Братей и Марин Не понимал Что будет Если добавить туда В прикормку Животин Вот давайте Я вот с этой рыбалки Которую показал Лов Вам фрагментик Практически Рыбную кукурузу Пробовал Вешать опарыша Вешается Окунь Хотя никакой Животины Я не добавлял Я даже Боюсь себе Представить Что будет Если здесь На болезнике Добавить Животина Вот Окунь Возле берега Крутится Кидал опарыша Кидается Как ненормальный Причем мелкий Как пулька Пим Пим Я после прошлой Рыбалки Выкинул Мотыля Посмотрел Что вытворили Это окунь Я понял Что вот Если окунь Еж В этом месте Есть То Мотыль Уж точно Убить точку Напряжем То есть Я У которого Опыта Братея Марина Гораздо меньше И ни разу Я там не добавлял Это Опарыш Я добавил Уже на следующую После этой рыбалки Это была Последние В том году До этого Я ни разу Помню Свой опыт Тот Не добавлял И я не беру Свой живот В результате Рыбалка Превратилась В мучение Задача была Избавиться От окуни Зачем ты туда Его привлек От окуни На точку Середуя Лично не знаком С Виталием У меня нормальные Отношения С Серегой Отличные отношения Но факт Остается фактом Вот Как ловят Они И с чем сталкиваются И с какими Финансовыми затратами И как тот год Ловил я Минимум Прикормки Прикормка Бюджета Никакой Животины И никакого Геморроя В результате Но при этом Да Ну добавил ты Животина Прикормку Сбежался Огонь А ни у кого Поход кукурузки С собой не было А я беру Кукурузку Постоянно Летом Ну смысл По теплой воде А уж Братеевы Тем паче Потому что За те рыбалки Что у меня там были Я прекрасно знаю Что тамошний Плот вокруг Кукурузку По теплой воде Очень любят А вот окунь тамошний Кукурузку любят Не очень Хотя Бывало У меня и под каменщики Вешались И То же самое Окунь Даже на кукурузу Это не так часто Народ нас смотрится Вот таких вот Авторитетов Вот Со сколькими людьми Ездят Вот Ну мотыля Может быть не так часто Добавляют Прикормку Ну а парыш Ну у всех По голову Просто у всех Потому что Спортсмены без животина Жить не могут Да В условиях соревнований Я согласен Там без этого нельзя Там ты С пустой прикормкой Будешь сидеть Курить пищу Но они же Этот опыт Переносит На любительские рыбалки В отсутствие Конкуренции А вы смотрите На это И многие из вас Бездумно повторяют Не думая о последствиях Не думая о финансовых затратах И не думая В том числе О целесообразности Данной процедур Повторюсь Может быть В какой-то степени Животина Иногда Активизирует Но вот Сколько я не сидел Вот без животина Со мной Люди сон Я каких-то Глобальных различий Не замечал Там где я курил Бамбук Двумя-тремя Окушками Или ершами Животиной Уходили от нуля Если вам это интересно Пожалуйста Мне это не интересно Абсолютно Лещу брать не буду Тоже сильно сомневаюсь Что придется Тая леща И эту колючку Разгонит Ничего Этот лещ Ни окунем Ни решу Сделать не сможет Но Вот это вот Тварь Эти Они шустрые Как эти Какой там Лещ Что успеет схватить А потом Ну если нужна Крупная фракция На леща Ну с чего вы взяли Особенно по теплой воде Что ему нужны ваши Матери-сапарши Ну добавьте Я не знаю Там Крупы какой-то Каши те же самые Если это водоем Не запрессован Ловил-ка от Салапин Своей Салапинской каши Лет 20 назад И ничего Нормально себя чувствовал И не знал Что такое Животина В приконе Так что парень Кажем свое Кому-то спорт А кому-то Как не он Не уперся Никаким боком Да Спортсмены Более гоношистые Чем допустим я В них В головах Быстрее усваиваются На корочку Записываются Вот те вещи Которые я порой Там Со временем Воспринимаю Уже На всю оставшуюся жизнь Но писать мне Какую-то хрень Что между мной Этими пацанами Космос Поменьше мерит Глупо Ну а у меня все Все Всем пока